У нас в эфире сейчас Сергей Логодинский, депутат Европарламента и также представитель партии «Зеленых», партии, входящей в правительственную коалицию Германии. Сергей, главный вопрос, который сейчас дискутируется касательно Украины в Берлине, это вопрос о поставках дальнобойных ракет «Таурус» Киеву. Киев уже несколько месяцев довольно настойчиво просит Берлин поставить эти ракеты. И, в общем, повторяется ситуация с танками. Либо отмалчиваются, либо отнекиваются. Что происходит? Ничего не происходит в том-то и проблема, что должно происходить намного больше. Мы опять в этой схеме, когда социал-демократы выставляют себя такими голубями мира, которые якобы мудро отслеживают ситуацию и не хотят эскалации. Вот это опять слово «эскалация» появилось. И таким образом оттягивают это решение. Против них, в общем-то, выступают большинство зеленых голосов, в том числе и я, и мои коллеги в Бундестаге, которые считают, что затягивание это стоит человеческих жизней и тактического, и даже стратегического момента, да, opportunity, шансов для Украины. И вот только недавно уже традиционно такая резкая председатель Комитета по обороне Бундестага, Штрак Цимаман, который, кстати, будет и главным кандидатом на европейских выборах через год, она очень резко тоже отозвалась о вот этой вот тактике Шольца и социал-демократов в плане оттягивания этих поставок. То есть в данном случае опять создается ситуация, когда, во всяком случае, вне правительственной часть партий, сидящих в коалиции, получается такое два к одному, то есть канцлер, который оттягивает и затягивает, и другие партии, маленькие коалиционные, меньшие коалиционные партнеры, которые, в принципе, намного более открыто были бы к этому настроены. Я вот как раз хотела спросить, это все дело в канцлере? То есть это Шольц не хочет одобрить эти поставки по каким-то причинам? А в чем причина? Почему он с танками тянул, здесь тянет? Как я понимаю, министр обороны Писториус тоже поддерживает его в этом. Что происходит? Ну, есть постоянно новые, так же, как и с танками, постоянно появляются новые аргументы. Я думаю, что дополнительный аргумент, который сейчас, заключается еще и в том, что население, в принципе, уже немножко подустало. И в отличие от того момента во время этих военных действий, когда речь шла о леопардах, а о них речь шла довольно быстро, скоро, все-таки там было много или больше поддержки и поставок тяжелого вооружения со стороны Германии, именно с точки зрения людей, граждан. В Германии сейчас у нас действительно у населения много вопросов, население, ну, Германия же тоже, как бы, не менее в вакууме, плюс к этому у нас, конечно, Восточная Германия, которая вообще пророссийски настроена, ну, скажем так, настроена против нашего активного участия в военных действиях. И на это наслаивается традиционная социал-демократическая, вот эта вот якобы мудрость международная. Ну, какие аргументы? Аргументы можно взять все с леопардов, слезать, просто под кальку переписать на Таурус. Одно время были вопросы, нам самим не хватает. Вот якобы нам самим не хватает. Теперь уже этот аргумент тоже, как и у леопардов, он ушел на второй план, вроде бы, все-таки хватает. Потом вопросы технические. Ну, так же, как когда-то говорили, вот, про даже F-16, да, что невозможно их использовать там на территории Украины. Вот сейчас тоже, что для Тауруса, Таурус нужно, надо использовать только самолетов, вот тогда они, поскольку это воздух-воздух, должно использоваться. Вроде бы тоже этот вопрос как-то уже улажен, и крыть нечем. Ну, и вот остается последний этот вопрос. Это дальность, что это будет бить по российской территории. Совершенно верно. Вопрос об эскалации, насколько мы можем себе позволить перейти самим этим Шольцем, нарисованным, и Байденом, нарисованную черту, что нельзя, иначе будет бить по территории Российской Федерации. Есть даже какие-то намеки на то, что, может быть, можно ограничить вот дальность этих ударов. Но очень многие другие, кстати говоря, по-моему, даже Аналена или кто-то из наших зеленых говорили, что, в принципе, и сейчас украинцы имеют возможность бить по территории Российской Федерации нашими, там, хаммерсами, тогда, если подъехать к нужной территории, я так понимаю, но не происходит же этого. То есть, как бы, можно всегда обо всем договориться, и есть мнения, некоторые, их не так много, которые вообще ставят под сомнение эту красную линию. Ну, в принципе, и с моей точки зрения... Вопрос же политический, и, в общем, такой международный, юридический, да, насколько страна может защищать свою территорию в войне против... Ну, вот, как бы, это вопрос, который я себя ставлю, да, я, естественно, я не радуюсь тому, что кто-то будет кого-то там обстреливать, да, еще дополнительную страну. Но я не совсем понимаю, какое, так сказать, моральное и правовое, да, такое легитимное право мы имеем, ну, говорить, что, как бы, позволяете себя обстреливать, да, вот вас будут отстреливать там справа и слева и всеми возможными крылатыми ракетами, а вот вы не трогайте, как бы, эту страну. Мне кажется, это очень странная какая-то постановка вопроса даже со стороны, ну, вот если, так говорится, с Российской Федерацией даже, вот как они считают, что, как бы, Российская Федерация может обстреливать со всеми видами вооружения и зарубежными, и своими территорию Украины, а, как бы, вот Украина не может обстреливать территорию. Я не понимаю просто, как бы, логики в этого. Или вы входите, как бы, военный конфликт, ну, а в войне конфликт, как бы, идет с двух сторон, то есть и со стороны Украины в обратную сторону, ну, или тогда надо каким-то образом избегать военной конфронтации. Ну, вот это вот, как бы, у меня тоже вопрос к этой логике, в принципе, к этим красным линиям. Ну, они движутся, мы это видим. Я хотела еще обратиться к другой теме, которая активно обсуждается в Украине в связи с отставкой министра обороны Резникова. Последние, опять же, недели и в западной прессе довольно много обсуждается тема коррупции, борьбы с коррупцией в Украине, и Зеленский этим занимается очень активно сейчас. Это такая публичная кампания. Он даже объявил коррупционеров изменниками в ситуации войны. С точки зрения Берлина и с точки зрения Брюсселя, как эта проблема видится и связывают ли отставку Резникова с этой темой? Ну, понятно, что мы связываем эту отставку с этой темой, потому что с этой темой связывают эту отставку и само украинское общество, и правительство. Я бы не сказал, что Резников считался здесь какой-то там Persona non grata, но, в принципе, как я понимаю, это не его личные какие-то проблемы и дела, а больше такие системные, структурные дефициты, которых он просто не смог изменить. Но, в принципе, все, что касается коррупции в Украине, это, естественно, очень горячая тема, потому что от этого зависит все. От этого зависит и, в принципе, долгосрочная легитимность западной помощи в Украине. От этого зависит, естественно, краткосрочная, долгосрочная помощь финансовая в Украине, потому что, естественно, создается вопрос, а куда это все течет и кто на это как смотрит. То есть это уже и граждане наши спрашивают. И, естественно, долгосрочный план по вступлению Украины в ЕС будет, я бы сказал, 100% зависеть от решения этих вопросов. И даже среднесрочное решение о вообще начале переговоров обступлению Украины в ЕС, это один из пунктов, условий, что там будут предприняты явные шаги по борьбе с коррупцией. Ну, то есть, в принципе, помимо, естественно, вопросов военных и, так сказать, восстановления мира, восстановления территориальной целостности Украины, это один из вопросов, который будет краеугольным камнем на пути вот к нашим двусторонним отношениям. И еще один вопрос, связанный скорее с нынешней ситуацией и с проблемой уклонистов украинских. Вот Польша объявила накануне, что она будет высылать уклонистов, украинцев обратно в Украину. Возможно ли такое решение в Германии? И обсуждается ли это? Я не могу себе это представить, чтобы такое решение в Германии было принято. В Германии вообще трудно кого-то выслать. Как мы знаем, это одна из причин, почему у нас очень много мигрантов в Германии. Тут другой вопрос. Если у этих людей нет места на жительство или какого-то право на жительство, насколько высылка в военную зону, где их пошлют в войну, на военные действия, вот людей, которые нелегально здесь находятся, насколько это может быть причиной того, чтобы не посылать их в Украину. Но здесь, надо сказать несколько, тут мы возвращаемся к теме уклонистов российских. В чем здесь разница? Дело в том, что по правовым аспектам Европейский суд по правам человека сказал, что уклонисты могут претендовать на политическое убежище в том случае, если их армия, туда, куда их, так сказать, пошлют, совершают преступления против человечности. В данном случае уже здесь у нас есть асимметрия, потому что, ну вот, про преступления против человечности со стороны украинской армии никто из нормальных людей не говорит. А вот с российской стороны там не только вопросы, там уже и ответы довольно ясны на эти вопросы. Поэтому здесь будет по-разному, конечно, решаться. Если человек, например, нелегально пытается остаться в Европейском Союзе и отклонена эта просьба, и его выдворяют назад на свою родину. Здесь уже другой вопрос. Но ведь не забывайте, что эти люди, которые у нас находятся, они находятся еще и под защитой вот этого статуса для украинского населения, которое бежало от военных действий, и которые здесь фактически автоматически... А он не ограничен? Вот этот статус, он не ограничен? А он не ограничен, естественно, гендерному или возрастному? Нет, у нас такого не бывает и быть не может. Поэтому я не совсем понимаю, как Польша это будет делать. Я не верю и не могу себе представить, чтобы Германия то же самое делала. Независимо от того, насколько я там понимаю или не понимаю аргументы украинского правительства. Мы не можем сейчас начать облавы на украинцев, тем более если у них есть вот этот статус, который есть у всех. Он не зависит от того. Спасибо большое. Сергей Логодинский, депутат Европарламента, был у нас в эфире.